Здравствуйте! В эфире телеканала ЖИЦУ. Время новостей. В студии для вас работает Айнур Мирханова. 12 тысяч инвалидов трудоустроены в Алматинской области. Они задействованы во всех сферах жизнедеятельности региона. У каждого имеется индивидуальная карта. Исходя из информации, указанной в ней, под каждого особенного сотрудника дается свой график работы. В целом трудоустроенных инвалидов 18 тысяч. Чтобы задействовать всех, сотрудниками Акимата проводится разъяснительная работа с работодателями региона. Кроме того, они могут трудоустроиться через электронную биржу труда, не выходя из дома. Необходимо лишь заполнить анкету, и специалисты центра занятости связываются с работодателями. Заместитель Акима области Батыржан Байжуманов поручил взять ответственным лицам под особый контроль вопрос трудоустройства людей с особыми потребностями. 18 тысяч 830 человек являются лицами, сохранившими трудоспособность. 12 тысяч 700 человек работают сейчас в организациях и предприятиях области. Есть статистика по привлечению, по трудоустройству людей за прошлый год, но показатели я не скажу, что такие впечатляющие все, хороший прогресс. Но в любом случае мы должны вот таких людей трудоустраивать на работу. Это наша с вами основная задача. Я имею ввиду местные исполнительные органы. Условия проживания детей с особыми потребностями на строгом контроле. По заданию Министерства социальной защиты Республики Казахстан в Алматинской области создана комиссия. В составе сотрудников Акимата, медицинских социальных работников, а также представителей СМИ и гражданских активистов. Одним из первых объектов проверки нового органа стал Талдыкурганский центр оказания специальных социальных услуг Комкор. Вердикт комиссии узнавала и наша съемочная группа. В детском учреждении Комкор утренняя прогулка. Мальчишки и девчонки с удовольствием занимаются спортом, играют и даже рисуют на свежем воздухе. Условия для этого созданы самые благоприятные. Просторные беседки, яркие детские игровые площадки, футбольное поле. Ознакомившись с тем, как отдыхают воспитанники учреждения, комиссия отправилась проверять условия проживания. Специальных гостей интересовало буквально все. Прием пищи, хранение продуктов питания, комнаты отдыха и спальни. И здесь, наряду с положительными моментами, были отмечены и недостатки. Мне лично нравится то, что очень здесь широко, видите, светло во-первых. На улице созданы условия, дети могут и заниматься спортом, развиваться, бегать и прыгать. То, что у них столовая очень удобная, обширная. То есть доступ на людей с инвалидностью, то есть особенно я делаю акцент для людей на коляску, например, для детей. Здесь созданы условия. Но есть, конечно, но. Тем, что оно старое здание. Моменты, вот эти преодоления, преград немного сложно. Как его сделать, как его исправить просто. Сейчас я показал несколько моментов, как можно это исправить. Сегодня в данном специализированном учреждении под опекой находится 101 ребенок. Социальные услуги им оказывают 186 сотрудников. Помимо воспитателей, в штате имеется хирург, травматолог, психолог и даже стоматолог. Весь персонал в полной мере старается помочь деткам адаптироваться и научиться справляться со своим недугом. Чтобы однажды ребята смогли вернуться домой и жить полноценной жизнью. И такой опыт уже есть. За три года девятерых детей родители забрали домой. Мы за последние три года сами разыскали четверых родителей. Одна была в Атрау, другая находилась в Симпалатинске. Они даже не знали, что у них ребенок жив. Мы сами через наш юрист, через миграцию сделали запросы, нашли этих детей. Мы в этом направлении до сих пор работаем. И эти родители приехали, увидели, что у них ребенок в очень хорошем состоянии, что он может сам себя обслуживать. Это все благодаря нашим специалистам. И они забрали этих детей домой. Сейчас наша одна сотрудница взяла опеку над одним ребенком. Проведя проверку помещений и условия проживания опекаемых, комиссия дала положительную оценку работе персонала Талдыкурганского центра оказания специальных социальных услуг Камкор. Надежда Белова, Жасуан Чингинжинов, телеканал ЖТСУ. Дрожь земли. Неожиданный гул и подземные толчки стали причиной раннего пробуждения жителей Алматы и Алматинской области. В 6 часов 10 минут по времени Астаны произошло землетрясение. Буквально минуту спустя социальные сети заполнили посты взволнованных граждан с вопросом, кто почувствовал землетрясение, какой силой была амплитуда. По данным ДЧС, колебания почвы наибольшей силы были зафиксированы в местности между поселком Капал и городом Текили. Талдыкурганцы ощутили землетрясение силой в 4 балла, а в Алматы около 2 баллов. 6 июня в 6 часов 10 минут сейсмостанция города Алматы была зарегистрирована землетрясение. Оно произошло в Испельдинском районе, близ села территория Алматинской области. Глубина землетрясения составляет 25 километров. Ощутимость по интенсивности составила по городу Талдыкурган, городу Текили, село Карабулак 4 балла, в селе Капал 2 балла и в городе Алматы 2 балла. По получению информации, нами были проведены по алгоритму сразу экстренные меры, от произведенного сообщения местных исполнительных органов, силовых органов, а также истренных служб. Жители села в Акмолинской области не могут выйти из дома. Их атаковала мошкара. От насекомых нет спасения, сообщает закон КИЗ. Жители села Коргальджин перед выходом полностью кутают лицо платком. И это не местная модная тенденция, а необходимость. Насекомых настолько много, что ходить с открытым лицом просто невыносимо. Мошки лезут в рот, глаза и уши. И так уже третье лето. Никакие средства не помогают. Жители перепробовали все. Временами становится немного легче, когда дует ветер и сносит часть гнуса. Но это капля в море. Оказалось, что это сибирский гнус. Местные власти обещают помочь с решением проблемы, но пока бездействуют. В шаге от смерти. С начала года в Казахстане из окон высоток выпали 17 детей. Спасатели обеспокоены ситуацией и предлагают устанавливать на окнах многоэтажек спецзащиту. Только в ВКО на этой неделе произошло три таких случая. К счастью, малыши остались живы, но получили серьезные травмы. Сейчас дети находятся под присмотром врачей. Ситуация почти всегда одинаковая. Залезли на подоконник, оперлись на москитную сетку и сорвались вниз. Подобные ЧП регулярно происходят почти по всей стране. Спасатели просят граждан отнестись к проблеме со всей серьезностью. Это может стоить жизни ваших детей. А в Талдыкургане более сотни волонтеров совместно с бойцами отряда «Жасл-Ель» приняли участие в ЭКО-акции по очистке берега реки Каратал. В ходе субботника активные парни и девушки провели уборку береговой полосы протяженностью более 20 километров. Больше всего полиэтиленовых пакетов, пластиковых бутылок и твердобутовых отходов обнаружено в районе дачного общества «Красный камень». Всего во время работ добровольцы вывезли порядка 10 тонн мусора. Все собранные отходы направлены на специально отведенный полигон. Волонтеры призывают всех жителей страны заботиться и беречь природу для будущих поколений. Также они приглашают всех неравнодушных как можно чаще участвовать в субботниках. В этом году в трудовые отряды «Жасл-Ель» вступило около 2000 молодых житусудцев. В течение всего лета мы планируем очистить берега всех рек, озер и водоемов Алматинской области. Надеюсь, увидев пример волонтеров, количество неравнодушных к окружающей среде возрастет в разы. Каждый, кто хочет вступить в наши ряды, может позвонить по номеру 39 00 40. К этому часу у меня все, а мы с вами встретимся на телеканале ЖИЦУ 21.30. Субтитры предоставил DimaTorzok